парни всем привет вы на канале будни авто вышкаря погнали давно с вами не виделись давно сезон в разгаре работы много работа прет и погода то жара тут дочь но работаем 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 поэтому материал копится копится очень быстро но я стараюсь не снимать одно и то же вот поэтому чтобы у вас было какое-то разнообразие поэтому я все попробовал на себе вот что из этого получилось как получилось вы сейчас все увидите все посмотрите вот ну а дальше расскажу очень важное вести очень важные новости для меня для моего канала для моей организации но это в конце все усаживаемся поудобнее приятного просмотра и так наше благоустройство начинается откуда было думали с озона что мы там делаем моего градом просто моего города мы уносим много-много чего значит самый жив здесь это вот этот я текстиль который мы сейчас как раз прощелкиваем пропикиваем вот я текстиль необычной это тайпар я текстиль еле нашел один поставщик на всю россию потому что не скажем так я текстиль попроще но он забивается очень сильно этот конечно безумно дорогое но что поделать поэтому вот так что мы еще мы еще берем ливневку ливнев на ливневку мы берем вот такую историю гофрированная труба двухслойная вот 110 почему гофра потому что все эти истории с трубой а раньше они морально устарели все эти стыки соединения все это не нужно вот у нас на технологии это у нас дождеприемники вот и еще куча сопутствующие мелочевки все грузим ну что поехали поехали сейчас увидите как выглядят 28000 10 кубов гравия фракса 2040 ну все все в принципе расставили все приготовили трубы разложили геотекстиль колодцы в принципе все у нас есть да пёсель нам немножко немножко удачки жарко вот привет передавай подписчикам посмотрите комар какой вот все и погнали сейчас все увидите увидите для чего это я думаю вы и так догадались кто не догадались интересно вот жалко конечно заразу только выложу настольный теннис плитку ну лучше сейчас потому что здесь хочу бассейн поставить по новой перекапывать такая история ну и дарил вот у нас ноет гравий зачем этом делает вообще по-хорошему гранитной чтобы был гранитная подсыпка но нет возможности да и дорого безумно дорого поэтому ноги не заморачиваются кладут пгс а мы вообще заморачиваем гравийную смесь песчано-гравийную а мы просто по мере возможности вы моим песочек это не обязательно вообще многие так делают но мы немногие сделаем как мы можем все начинаем как грустно вы бы знали только все размазали только все разгладили и обратно все перекопали о ну а чё поделать что поделать это же мой первый дом я надеюсь и последний вот значит что как это все выглядит вот моя доска это мой уровень назовем так здесь снизу брусок он два сантиметра толщиной это рамка тоже два сантиметра длиной соответственно два метра на сантиметр два метра на сантиметр делаем вот мы где-то можете побольше получится и получается как она стоит немножко задранная когда она стоит ровно значит там ровно показывает ноль как раз мой перекос и есть вот и все соответственно алик трамбует игорь шурфует шурфит юра копает сделали специальную пометочку на копчике чтобы юра не увлекался потому что ребята тяжело становится вот и собственно говоря такие дела все делаем так не сказать что быстро дело идет но она идет но и не сказать что медленно потому что все-таки периметр дома там почти 150 метров поэтому какие 150 что он загнал но дело идет все здесь готово здесь готова там готова не сказать что быстро не сказать что медленно но периметр дома все там 12 12 12 36 и 2 по 3 12 12 12 36 10 12 так дело наше идет вот ну что периметр дома 50 метров поэтому не так это все быстро и однозначно но уклон уклон взяли все-таки два сантиметра стали делать сантиметр стал переживать что может не хватить потому что все-таки повороты чтобы шло нормально вот но должно пойти все там буквально осталось пару метров и можно уже и начинаем закладывать геотекстиль обещают грозу к вечеру вот а нам надо бросить геотекстиль и нам надо соответственно этот самый трубу трубу конверт сделать вот поэтому нажимаем делаем делаем нажимаем как и так вот она не хватает одной пары рук точнее моей поэтому съемки бегло и ну все понятно там труба с ребенка ровно засыпаем конвертом делаем все бываем колодец и так погнали так погнали погода держится до последнего здесь солнышко хорошо все а здесь очень все плохо а нам как хочешь надо дотягивать до дождя вот так хочется до дождя в дождь надо дотягивать иначе все будет очень грустно нам быстро буквально чуть-чуть хорошей погоды буквально недолго часик попросим часик второй день второй день наших трудов на шестом отдела бросаем дренажку поверх и уже эту всю историю засыпаем засыпаем приглаживаем чтобы все было хорошо и красиво вот она такая дренажечка такие поворота дальше уже вот эти кубики научный сотрудник который на опыте зальет сюда ну все значит с дренажкой мы на сегодня заканчиваем там трактит юра и сейчас вот это сцепка наша выезжает поработать немножко попахать по фрезеровать вторая половина дня а чё ее терять все сцепочка поехала а мы занимаемся здесь дальше все думал записывать или нет запишу это предостережение для тех кто мечтает делать бабки на мтз на экскаваторе в принципе для матерых машинистов я ничего не скажу нового для тех кто как я там три года назад купить хоть какой-нибудь экскаватор и рубить бабло господа это так не будет так это не работает вот мы свой экскаватор уже перетряхнули практически весь то что практически а наверное весь и некоторые места по два раза вот и опять же к что у нас он экскаватор он стоит почему он стоит потому что он поломался что у нас плось начал проворачивать я очень когда покупал здесь торчал кусок кусок вылетел начал проворачивать потому что как бы нагрузки даем нормальная попробуем конечно бабушкиными рецептами подворись вставить там что-нибудь намотать не знали снились но посмотрим сделаем потому что нам надо хоть как-то неделечку поработать вот но и соответственно торчащие ноги из-под экскаватора говорят о том что есть некоторая вероятность большая что мы будем менять сцепление третий раз за год раз полгода раз полгода надо менять сцепление причем мы в принципе на нем таких особых подвигов не совершаем да где-то он хватает у нас земельку что-то тяжелое бывает момента но вот такая история поэтому видите здесь все заварено здесь проварено здесь опять трещина пошла здесь пошла это все гнутая вообще тут два момента таких сама по себе но техника уже в годах и качество запчастей качество запчастей потому что буквально вчера мы меняли опять краник который идет на отопитель меня ли мы вот тоже в третий раз уже почему потому что вот вот такие вот запчасти а соответственно краник на отопитель это потеря жидкости это минус антифриз там либо тасол у нас вообще уже вода залита потому что мы их меняем достаточно часто вроде как бы надо покупаешь но такое качество запчасти не знаю как с иномарками кстати отпишитесь комментариях как какого уровня сейчас запчасти на иномарке потому что здесь поехал купил там конечно цена другие будут вот ну что делаем сейчас узнаю что у нас сцепа не сцепа вот так ну что мы подвели лапки сцепление сейчас все узнаем юра сказал что там что-то сыпется я уже готов ко всему я уже стойко все переносу сейчас мы либо сушим либо он поедет я уже посмотрел на всякий случай сколько сцепление стоит сейчас моего застопорим пока можно на ковшик наш полюбоваться красивой планировочной кто не помнит мы его сделали из ковшика из переднего погодите я услышал хруст оба на дело я сильно не радуюсь конечно но но я радуюсь должно быть хуже сразу не пошло-то надолго господи 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 парни вчера забыл включиться вчера забыл включиться у нас взят новый объект под расчистку под благоустройство значит вчера мы выпиливали это все здесь были деревья кусты канавы соответственно потом идет уже всем известный второй этап что 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 мы делаем заезжает машина мы это все историю корчуем складываем в кусочки вот сюда делаем планировочку именно на этом участке и дальше уже соответственно двигаемся в сторону планировки сторону газона все такой вот домик занимаемся еду такой еду решил с вами в моменте поделиться эмоциями с подписчиками вот значит что было а блин так неудобно мне тут и так за микрофон рукают поэтому будут держать вот так телефон и говорить погромче какая какой же это предпринимательский непростой хлебушек вот правда непростой получилось как взял два объекта они не особо сложные точнее вообще не сложно потому что уже все есть по это наш профиль спил корчевка вывоз благоустройство все дела все хорошо и в какой-то момент в какой-то момент заканчивается экскаватор у него закончил сцепление не знаю вы об этом узнать в ролике либо следующем как чего и что дальше но не суть короче заканчивается сцепление соответственно пока и объекта не доделал мне их не сдать а вели мы достаточно долго то есть объем денег там закупан хороший вот ладно хорошо есть работа на фрезу по газонам и так там по частникам то вот как раз что-то доковыряем фрезой на чтобы было проще экскаватор ремонтировать потому что ну там вылезло на очень много как обычно но чего вы думаете произошло правильно фреза отвернула позвонил алик говорит павел фреза дело чок-чок-чок-чок я вначале посмеялся потом понял что заря смеялся она действительно сделала чук-чук-чук и встал все значит что произошло вскрытие показала хана цепочки по цепочке это 30 тысяч это на заказ это неизвестно когда работа стоит заказчики топают ногами потому что мы же договаривались как вода вот такие истории то есть все привыкли что я сказал сделал и это в принципе правильно они как бы в положение входе что-то я с ней тоже там забухал там или еще чего-то а вот ну так сложилось эта техника но им от этого не легче соответственно и тут денег не заработал и вот такие моменты они знаете так иногда выбивают из колеи потому что ты понимаешь что но за кроме тебя эти вопросы закрыть никто не может у меня ребята хороший исполнитель действительно хорошая но не организаторы вот ну и кстати по поводу ребят некоторые сотрудники еще у меня и и под расслабляются в летний период вот поэтому я сразу отпускаю домой на день на два на три на пять ну что делать ну вот так вот так вот хорошо это или плохо или не знаю вот так то есть люди там где два три пять находятся дома заниматься своими делами восстанавливают скажем скажу тактично скажу а восстанавливают душевное равновесие и потом приступают к работе и знаете так это все вот постоянно какие-то хлопоты 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 конечно их бы не было если бы техника вся была новая ну вот но она не новая она просто не новая вот платить 18 миллионов за новый экскаватор ну вы понимаете за китай там сколько он 10 12 ну понимаете да брать свежее экскаватор мтзшку там лезть в кредит сейчас по 30 процентов брать 3 миллиона там ну дело тоже такое поэтому тяжеловато тяжеловато но как раз вот предприниматель настоящие есть только тот кто не унывает не уходит в абстракцию какую-то стойко переносит это все составляет план действий как это все разрулить раскрутить как организовать как это все перезапустить поэтому такие дела отпишитесь в комментариях вообще нужны вам такие рассуждалки или это просто пустая трата времени то есть я тогда эти эмоции буду там делиться с близкими кто здесь есть и все или наоборот вам интересно так буду делиться впечатлениями этом в моменте вот так еду и делюсь все спасибо сижу в тенечке балдею и это наконец наконец-то лена так его долго ждали курортик наш по сижу и думаю какой же у нас директор молодец из-за компьютера можно сидеть и работу может искать и за рулем может сидеть и газон может цель айда наш директор айда молодец на самом деле решил просто сам эту работу провести очень большая ну как большая 30 соток площадь газон стоит денег и поэтому чтобы не получилось что засеяли мало рука там дрогнула или все чего-то поэтому делаю все сам ну а там вдалеке наш алик после ремонта фрезы катает ее дальше вот в принципе такие дела трудимся ну а примерно вот так у нас получается сам процесс едет валик водички не хватает но это уже дело такое польет заказчик польет вот она в прикатанном виде вот она не в прикатанном виде очень даже симпатично конечно да кто занимается этим прям профессионально лакшери у них наверное и ножей побольше но видите очень гриб плохо все сделано наспех и например здесь вот эта подушка от цемента когда укладывали полеприки вот эти она осталась поэтому задача посеять газон она будет выполнена газон зайдет а дальше уже как бы наращивать 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 вот идем на низких оборотах наша задача не разбить почву а это уже было сделано когда притравливали а потихонечку прикатать все это перемешать чтобы семена газона не разлетелись по верху а зашли в землю и причем не глубоко вы сами видите все почищу прыгаешь нарезать о чем я говорил что эти все истории с цементными подушками все красиво красиво вообще красиво только ходить пока не надо почти 30 дня и все-то я уже утомился семенами с этими у нас практически все помните а вот она музык говорит вот дерево вот это все в одном музыка дерево на сейчас доделываем вот этот пятачок валик отсёгиваем по мелочевочку одну сделать и все и все только эта мелочевка ой устал ладно пятница пятница тяжело по пятницам работает ладно занимаемся ну а сейчас мы в такой интересной локации огромный дом кирпичный прямо на берегу реки адрес говорить не буду но кстати он продается забор сделан знаете тут все так вот прям пропитана тем что но у меня такое ощущение что человек начинал строиться когда все было хорошо может здоровье были было деньги были все было хорошо а потом что-то из этого пропала вот и резко участок пришел в запустение в уныние в такое брошен уже видно много лет нас попросили огород здесь небольшое сделать сейчас сделаем вот так что такие дела жаль жаль заезжает оживей кирпич очень дорогой очень дорогой кирпич но жизнь такая непредсказуемая до заказчик как-то под дотянул с пашкой с пашкой мягко говоря ну сделаем что в наших силах скажем так сделаем а там уже идем вторую проход очку уже уже хотя бы какое-то очертание начинает появляться где вообще этот огород включили режим двоечки вторую скорость навали отборю мощности но здесь благо до кирпичи есть конечно но видно что был огород поэтому не все так плохо будет огород будут ну все значит что получилось прикаточный ролик опять решил вообще его не планировали ставить здесь а просто обработать но вот такая вот получилась история что он оказался нужен задача выполнена огород под посадку все хорошо парень всем привет привет в чате привет подписчики а что сегодня субботничний ой субботничнее воскресенье утро кто-то траву косят у дома кто-то грядки делает такую жару это еще чего-то а я кайфую вот взял решил кайфануть просто прокатиться просто проветриться неделя была тяжелая все эти поломки этого фрезы экскаватора это еще что-то починенность это нет поэтому надо проветриться колонка взята настроение хорошее мотор греется все стартуем ох ребята ребята не устану нахваливать какая красота вам не описать картинка красивая но когда ты здесь ты чувствуешь этот ветер это вода рядом ну очень круто очень круто я когда переезжал сюда я не ожидал я не ожидал может кто-то скажет каким-то глупостям радует ну вода 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 ну и что это круто подпишитесь в комментариях кто вот понимает о чем я говорю я не знаю даже в сторону города даже раз вверх по течению шоу здесь вам наружу деревья не видно очертания можно раскатывать никола Косинской монастырь на море место даже сильное пошли уже домики на берегу реки там пирса террасы А это вдалеке Жемчужина нашего города У нас турор Знаковое место И вот этот Воскресенский собор Ребята Вид просто бомбезный Сейчас подойду Попыше сниму Вот такая красотища Здесь две реки Сливаются в одну Вот там справа по ручке Мы просто ручками отпустили Вот забор Идем по городу Вот такая у нас набережная Красивая сделана А в следующем году Будут вот эту набережную делать В общем, деньги в город плеваются Ну что говорить Прошли под живым мостом Здесь у нас обычно все купаются Администрация города Конечно, им бы не мешало Береговую линию Показать сделать Ну, в конце концов, если будут деньги Они знают, как выбрать Едем дальше А вот такой необычный вид С воды Потому что все здесь были миллион раз на этой набережной А вот с воды этого еще никто не видел Идем потихонечку, потому что здесь мелко Ну, сейчас еще должен пройти Должно быть нормаль У нас в городе сегодня Марафон какой-то проходит Ну как, какой-то Марафон Или полумарафон Не знаю В общем, бегут Весь город перекрыли Давно такого не было Школьники, группа поддержки Ну и народ бежит Быстрее, чем я иду Да Все-таки не скучно Итак, парни Обещанная новость Обещанная новость Значит, новости такие Первое Я продаю эвакуатор и экскаватор Значит, что, зачем и почему Ну, давайте так Начнем от меньшего От большего к меньшему Так будет правильнее Я хочу купить экскаваторы на марку Вот Что, почему и как Когда я покупал экскаватор Этот МТЗ, который у меня есть Три года назад Кто со мной видит на канале Те все это видели У меня поначалу Первый заказ был Не знаю, там Чуть ли не три недели Потом две недели Раз в две недели заказа Потом раз в неделю Это очень медленно Очень нудно было И работы было мало Вот Поэтому, как бы Он вполне себе справлялся По прошествии времени Я пришел к тому, что Сейчас запись На месяц вперед плюс И я Ну, я просто дальше не записываю И деньги я беру С людей уже Сделанной работой То есть Не по часам стараюсь А вот беру свой объект Расчищаю То есть За день, за два, за три, за пять Это мои проблемы Вот Сумма одна и та же Соответственно В этой скорости МТЗшки Мне ее уже не хватает Я знал, что этот момент Когда-нибудь наступит Что я в него упрусь Вот Но, собственно говоря Так и получилось Поэтому Мне приходится Пересаживаться На иномарку Да Там Она будет Древних годов Потому что Тех денег Которые у меня Будет Мне там Не разогнаться Это будет Три Может Три с половиной Как-то так Вот Я пробовал кредитнуться 27-32% Разные Вот От и до Это кредитные ставки Соответственно Что мы делаем Мы продаем экскаватор И мы продаем эвакуатор Вот Экскаватор Я считаю На первое время Вот Он, наверное Такой быть и должен Вот Чтобы вы С дуру Не сломали стрелу Не сломали ковш То есть Да Поняли Вообще Ваше это направление Не ваше направление Перед тем Как закапывать Да Там 10-15 5 5 миллионов Там У кого Какие возможности А вот Попробовали Свои силы Да Ваша Набили клиентскую базу Как это сделал я Набили сарафан Вот И уже спокойно Кредитуюсь На большие деньги Вы уже не переживаете За то Что Вас никто не знает Вам надо рекламиться Вас уже все знают И у вас гарантированно Будет работа Поэтому В этом плане Как бы Да Очень удачный ход Что с экскаватором делать Да Вы все видели на канале Единственное Что В этой серии Я Он у меня Уехал С участка Но он уехал Недалеко Я уж не стал 20 раз снимать Одно и то же Ему пришлось Менять сцепление И сцепление Мы поставили Дорогую керамику Безумно дорогую Керамику Мы поставили Корзину Как это называется Лепестковую Лепестковую И теперь Конечно Совсем Прям песня Есть и кратенько Чтобы все серии Не проматывать Пару месяцев назад Мы его капиталили Все что там Могло отвалиться Уже давно Отвалилось Уже давно Приварилось Как бы Все с ним хорошо Вот Поэтому Топливное отделалось Коробка моста В прошлом году Перебирали мы Поэтому Поэтому Его можно Брать спокойно В работу Да Понимая что Где-то Чего-то надо будет Все равно Прикладывать Какие-то усилия Но не критически И спокойно Как бы Да Заниматься Пробовать Вот Либо кому-то Там Себе под частную попу Вот Тоже за глаза И за уши Я считаю Неплохая машина Да Но вот У нее есть Свой потолок Я в этот потолок Уперся Это как бы Раз Так Как бы Два По эвакуатору Значит Как вы знаете Эвакуатор У меня уже В семье Ну Восьмой год Пошел На нем Ездит отец Отцу Сейчас 62 Года Вот И Основной Заработок На эвакуаторе Если он ездит Куда-то далеко Там От нас Там Ну то пускай Там Москва Там Архангельск Еще куда-то Чего-то Понимает Понятно Что в таких годах Такие дистанции Уже Как бы Выкатывать Тяжеловато А Ездить рядом Как бы Смысла никакого Нет Потому что Ну Ну не ликвидно Это Вот и все И поэтому На семейном Коротком совете Было принято решение Что Эвакуатор этот Я все-таки Продам Вот И Эти деньги Добавлю К К Экскаваторным Деньгам По эвакуатору Вообще Все хорошо Значит И мотор Экапиталился И коробка Перебиралась И вот эта Советская Знаете Школа Там Что-то Скрипнуло Там Подшипничек Наконечничек Люфтанул Все это Меняется Наконечники Меняются Все это Постоянно Ревизируется То бишь Все Вот максимально Техническое состояние Которое может Выдать вам Газель В этой Газели Есть Вот Соответственно Точно такая же История Как с МТЗ В наше время Это самый Бюджетный вариант Чтобы зайти на рынок Пересесть Там Не знаю С промтоварного Фургона Или там Не знаю С Петровича С доставки досок Там И уже Начать Как бы Зарабатывать Более-менее Вменяемые Деньги Потому что Когда человек Заказывает Стройматериал Он может Выбирать Сколько угодно Когда он Стоит Сломанный На трассе Там Снег Дождь Мороз Или просто Торопится Не до жира Лишь бы Кто-то его Забрал С дороги И это Как бы Козырь От него Никуда Не денешься Вот Такая Специфика Поэтому За эвакуатор Не стыдно Его тоже Продаем Значит По деньгам Что экскаватор Что эвакуатор Я рынок Посмотрел Поставил Миллион Двести Кто думает Что дорого Открываем Авито Смотрим Как бы Первые цены И на то И на то Стартуют Миллион Сто Ну С учетом Что вы И в то И в то Наверное По 300 Вложите Здесь Как бы Спокойно Сели И катаетесь Вот В принципе Такие дела Все Что мог Сказал Рассказал Ну Вот и все В принципе Да Ну Единственное Да Поймите меня правильно Кто уже на опыте Тут знает Для новичков Я скажу Если вы купите Газель Или экскаватор Это не значит Это не значит Что вы не будете К нему подходить Где-то Что-то будет капать Где-то Что-то Надо Будет Подтянуть Кстати С Газель Вообще Ничего Не капает Где-то Что-то Она Будет Подтянуть К этому Надо Быть Морально Готовым Это Не Иномарка Но По Деньгам Как бы Да И наличию Запчастей Стоимости Запчастей Это Как бы Эти плюсы Они Перебивают Прямо На раз Два Вот В принципе Все Кстати Отпишитесь Владельцы Экскаваторов Что Вы Вот Каждый Кулик Пусть Похвалит Своё Болото Что Вы Думаете У Кого Отечественные Экскаваторы Относительно Иномарок И Что Вы Думаете Иномарщики У Кого Там Они Старые Пускай 20-летние Относительно Свежих Экскаваторов Я думаю Всем Будет Интересно Почитать Все Всем Спасибо За Просмотр Всем Удачи Всем Пока